С тех пор, как стали принимать процедуры, основанные на оценке эффектов, эксперты говорили, если вы хотите использовать правила, основанные на оценке эффектов, пожалуйста, но здесь создается значительная доля правой неопределенности. Вы просите компании принимать, осуществлять действия без того, что они не знают, каким образом эти действия будут оцениваться, если эти действия будут признаны и законны, это будет принято из суровых штрафных сакцентов, это нарушает правовой принцип nulla, puena, sine, lega, serta. Это означает, что вы не должны штрафовать, если вы не уверены с точностью, что компания знала, что она намеренно совершала ошибку. Но это очень важный принцип, и многие жаловались о штрафах, которые достигались огромных сумм. Почему этот доклад был очень важен? Потому что вообще-то, что такое хорошо и что такое плохо в антимонопольной политике разных стран по этому поводу дискуссии нет. И мы, и европейцы, и американские коллеги практически одинаково понимаем, что должно быть запрещено и что должно быть разрешено. Но главный вопрос, с которым мы сталкиваемся, который очень сложен и в Америке, и в Европе, и в России, как это сделать? Как сделать так, чтобы то, что запрещено, действительно наказывалось, и чтобы компаниям не хотелось этого делать? И как при этом сделать так, чтобы случайно не запретить и не оштрафовать за то, что показалось, что это ограничивает конкуренцию? А на самом деле это хорошая практика, которая приносит выигрыши не только компании, но и ее покупателям. Это у нас была достаточно активная и не всегда спокойная дискуссия, в ходе которой, в свою очередь, наши специалисты охарактеризовали нашу внутреннюю специфику, сказали, что может быть, что применено у нас, что будет запрещено с известными сложностями. Но в целом все прошло довольно плодотворно, и мы надеемся, что те рекомендации, которые профессор Косулакас нам сегодня высказал, они будут реализованы на практике в России.